Итак, друзья, всех приветствую! Хотел рассказать одну эффективную методику, которую может применять практически каждый, в каком бы он городе не жил, какими бы финансовыми средствами не обладал, какими бы знаниями не обладал. Эта методика достаточно простая и доступна каждому. Вопрос только в том, что нужно понять, что есть что, как это использовать и как применять на ваше это благо. Это не требует каких-то дополнительных финансовых вложений, какого-то особого умственного труда, просто вы это делаете чаще всего неосознанно. Если вы будете делать осознанно, вы сможете повысить свое КПД, коэффициент полезного действия. Вот такая новость, значит, кто-то написал уполномоченному по правам человека и говорит, так и так, значит, все принудительно, принудительно, значит, все эти вакцинации проходят, вот, почему вы бездействуете? На что уполномоченный по правам человека дал конкретный ответ? Что у них нет еще ни одного заявления о том, что кого-то вы, значит, вакцинировали принудительно. То есть все как бы сами идут добровольно. То есть у них вот эта методика добровольно-принудительного. То есть вроде как вас заставляют, но по факту конкретно приходите вы туда сами. Поэтому они никаких действий не предпринимают, все вроде с вашего согласия. А если вы не согласны, вам нужно научиться как бы выписывать векселя, делать конкретные действия и отстаивать свои права. Восстанавливаться в правах и учиться управлять своим имуществом, своей жизнью, ну и в идеале всей страной непосредственно и самостоятельно. Вот, поэтому, значит, юмор юмором, но ситуация примерно такая. То есть они на это смотрят достаточно серьезно, но как бы вот отшучиваются, что вроде как все хорошо, то есть никаких принуждений нет. То есть все, кого уволили, вы все добровольно ушли с работы. Ну как бы это вот с их точки зрения так. Если вы считаете по-другому, вы можете взять и написать документ, любой. Ну когда вы ставите подпись в конце документа, что это означает? Это значит, что вы согласны со всем тем, что вы написали, и вы готовы понести ответственность. С моей точки зрения, чаще всего, кто бы что ни писал, у него выходит вексель. Но не всегда. Ну, допустим, предположим, что чаще всего вексель. Можно не называть это вексель, можно документ. Вот, есть в вексельном праве такое понятие, как, ну, акцепт векселя дателя. Поэтому, когда кто-то написал документ, можете называть, что ваша подпись, это подпись документа дателя. То есть, вы как документодатель, вы его написали. Кому-то, значит, вы его отправили. Кто-то получил, он что должен с ним сделать? Прочитать и исполнить. Вот. Если бы ваш документ, ну, как бы не оказался бы векселем и не является векселем, то никакой обязанности у другой страны его исполнять вообще, в принципе, нет. То есть, вы отправили художественное произведение. В этом художественном произведении кто-то что-то может увидеть, кто-то что-то может не понять. Зачем вы его отправили? Ну, поэтому, чтобы сделать кого-то должным по вашему документу, значит, хотя бы его рассмотреть, вот, принять к сведению, принять какие-то меры, что-то сделать, вот, он должен быть обязанным по этому документу. Поэтому, как не крутись, вот, должен выйти вексель у вас. Ну, по хорошему, хорошему варианте. Вот. Но вам нужны конклюдентные действия. Если не будет конклюдентных действий, а все сейчас работают фирмы, структуры в рамках морского права, то в рамках морского права за все вы должны заплатить, за каждый факт. Вот вы пишите, что вы, допустим, не являетесь физическим лицом, а самоопределились как мужчина или женщина, например. А другая сторона усилит, вот, этот большой начальник или какой-то небольшой начальник, и он должен вас признать, значит, мужчиной или женщиной. А он-то думает, что вы документ, а вы говорите, что вы не документ. И вот он столько времени, столько сил у него ходит, чтобы вас признать, что он потратил огромное количество энергии, если он просто так вас признает, вот, у него потом появляется право. То есть он говорит, я не был ничем обязанным ей, но я ее признал все-таки, но мне это далось большим трудом. И поэтому, значит, я с нее теперь что-то могу взять. То есть если вы конклюдентными действиями сразу не обозначили, сколько вы готовы отдать за факт признания того, что документ написал не персоном, ну, как бы, ну, как сказать, не физическое лицо и так далее, то вам нужно конклюдентными действиями заранее все это продумать, как вы это сделаете. Если конклюдентных действий нету, а вам услуга будет оказана, которая называется государственная услуга, которую они якобы говорят безоплатная, то потом просто со счета вашего гражданина в лучшем случае спишут деньги. Спишут, ну, с небольшой конвертацией в три нуля. Ну, сами понимаете, почему. Вот, поэтому конклюдентные действия. И конклюдентные действия может быть молчанием, может быть поведением. То есть вы написали, что вы там являетесь мужчиной, вот, они вас пойдут, поймают, поставят стрессовую ситуацию, посмотрят, как вы будете реагировать. То есть своим поведением в своей жизни вы можете сделать конклюдентные действия. Но иногда это можно делать гораздо эффективнее и гораздо проще. Это могут делать все. Самый хороший вариант, ну, чтобы понять, как этот вариант работает, надо просто понять вообще, что такое государство, что это за такая система, структура. Когда-то раньше народ, допустим, решил, что кто-то любит копать землю. Да, допустим, сажать в огороде фрукты, овощи. Кто-то любит копать золото. Кто-то хорошо добывает нефть, а кто-то художник. Кто-то, значит, хорошо считает деньги, кто-то еще что-то хорошо делает. Ну, и как бы все должны заниматься своими любимыми делами. Но, как бы, оборона страны, а значит, захватчиков, допустим, или распределение финансовых благ, должно кем-то осуществляться между всеми, ну, кем? Между хозяевами земли. Между вот тем, кто, как бы, организовал эту структуру государства. То есть какой-то народ взял и говорит, вот кто-то хочет заниматься конкретно распределением финансов. Вот мы будем собирать со всех штраф, налоги, там, будем нефть, золото продавать на сотни миллиардов долларов. И надо как-то это распределить между теми, кому это положено. Так вот, значит, положено это народу. Но некоторые системы, вот, знаешь, как государство они называют, придумали такие системы, как гражданин. То есть вот связь между человеком и государством идет посредством гражданина. То есть у каждого есть, ну, не у каждого, у большинства есть гражданин. И вот на счет гражданина, например, что-то начисляется или что-то положено. И все это должно идти на благо того, кому этот гражданин принадлежит. Но они вроде гражданина дали, а вроде дали они как бы не полностью. И как-то это все проходит, но мимо народа. То есть народ в нашей стране воевал в войне. В 45-м году, значит, победили, отстаивали права, суверенитет страны. Потом, значит, народ много всего делал, но народ очень сильно угнетает. То есть всех гоняют туда-сюда, говорят, платите за то. Сейчас воздухом дышать свободно, устава, значит, оплатно. 5 тысяч штраф, значит, за то, что кто-то ходит без тряпки, понимаете. Хотите дышать воздухом, готовьте заплатить 5 тысяч. То есть 5 тысяч, это как бы кто-то платит коммунальные платежи в месяц в 5 тысяч, кто-то меньше, у кого-то пенсия чуть больше 5 тысяч. А тут они 5 тысяч штраф установили. И они собирают на эти штрафы сейчас огромные средства. И эти средства должны распределяться между кем? Между хозяевами земли. Но хозяевами земли почему-то народ не признают. Народ документирован документом иностранцев с пониженным правовым статусом. И пока народ это не понимает и в правах не восстановился, система как бы вот так вот издевается над всеми. Я, конечно же, абсолютно против всего этого. Но сделать мы можем только вместе, все вместе, если будет понимание. Ну, смотрите, значит, если народ выбрал какую-то структуру, которая должна распределять финансовые блага, которая должна охранять права и свободы народа и так далее, все это должно делаться, то эта система должна реально работать. Но эта система не работает. То есть мы видим, что система только забирает, все у народа забирают, там штрафы, налоги, все остальное, платите, платите, платите. А в обратную сторону ничего не идет. То есть вы только должны, должны, должны. И все, больше никакой обратной связи нет. Это с одной стороны. А с другой стороны есть, например, всеобщая декларация прав человека. И там сказано, что если кто-то наделен правами человека, кто-то наделен. Не обязательно быть человеком, надо быть просто наделенным правами человека. Понимаете? Вот у них очень хитрая эта декларация. Итак, значит, статья 25 сказано. Если кто-то наделен правами человека, то любой уровень жизни, какой вам необходим, вам должен быть обеспечен. Любой. Но как этот уровень жизни будет, ну как бы, проходить? Он будет проходить не так, что вам дали карточку, на ней там 100 миллионов, вот, и говорят, идите, тратьте. Нет, скорее всего, будет по-другому. Вот вы сколько-то потратили, а потом говорите, я вот могу объяснить, на каком основании я наделен правами человека. И на этом основании все мои растраты должны быть компенсированы. Ну, примерно такая схема должна быть. С другой стороны, если даже не брать права человеком, есть вот гражданин. Вот гражданину что-то положено безоплатно, какие-то первые там необходимые нужды. Вот мы все знаем, что коммунальные услуги за гражданина оплачиваются. Вот если бы кто-то был наделен правами гражданина, он бы не платил коммунальные услуги. Это очень просто и понятно. То есть, вот есть приказ Минфина, где написано, что все коммунальные платежи за гражданин оплачиваются. Вот, если с вас требуют денег, значит, вас гражданами не признают. Но если бы вы были наделены правами гражданином, для этого не нужно быть гражданином, чтобы быть наделенным правами гражданина. Вот это вот вторая юридическая тонкость, хитрость. Тогда вам что-то оплачивают с первой, самой необходимой товары. Есть у них всякие потребительские корзины, они там постоянно высчитывают курсы рубля, разных рублей, разные курсы. Но какая-то система вообще, зачем нужны государства, зачем его собрали, чтобы оно распределяло блага. Если они плохо распределяют, значит они фактически не нужны. Но они распределяют хорошо, просто вас не считают достойным, то есть за народ не считают. Но если, допустим, кто-то может объяснить, что он наделен правами гражданина, и объясняет это системе на их языке, на понятном, или что он наделен правами человека, то ему все расходы, как бы самые необходимые, должны быть компенсированы. Но кто наделен правами человека, там вообще абсолютно все расходы компенсируются по декларации. И также я напоминаю, что есть конвенция о морском праву. Статью первую почитали, сразу поняли, при чем здесь морское право. Статья 140, все безоплатно всему человечеству. Ну как бы ресурсы планеты на то и даны, что для человечества. Вот. Ну даже если вот про гражданина, вот вы что-то взяли, обосновали, что вы наделены правами гражданина, и вам какие-то первые необходимые, значит, средства должны быть возвращены. Как этот механизм будет реализовываться? Как? Как вы докажете, что вы что-то потратили? Ну, например, там, не знаю, услуги связи должны быть оплачиваемы государством. Там, не знаю, вода, еда, первые необходимые для жизни. Все должно быть оплачиваем. То есть это везде прописано. Вам нужно просто знать, где это прописано, в каком конкретном, там, в ХЗ, статье, конвенции. Вот. И доказать, ну, объяснить, что вы наделены правами. Либо человеком, вот, либо гражданином. Либо и то, и другое. Что тоже очень хорошо. И последний механизм. Как это все работает? Да все очень. Смотрите, вот я вам подготовил. Видите? Это обычные чеки. То есть вот я пошел и купил себе, например, воды. И у меня вот есть чек, что я потратил деньги и купил этой воды. Ну, посредством, например, банковской карточки или посредством наличных средств. Ну, через бикселя. А эта вода должна быть оплачиваема. То есть, по сути, в теории, в большой теории, если вы наделены правами, восстановлены в правах, вы этот чек посылаете кому нужно, и вам эти средства возвращаются. Есть такое понятие, как налоговый вычет. То есть, вы что-то там платили, потом вам хопа и возвращается. Вот, примерно все так и работает. То есть, как понять по статье 25-й всеобщей декларации права человека, какой вам уровень жизни необходим. Вот сколько вы чеков покажете, сколько вы потратили, столько вам и вернется. Но, повторяю, когда вы покажете и докажете, что вы наделены правами. Почему нужно доказывать? Всем не нравится. Почему я должен доказывать? Ну, я не знаю почему. Почему вам дать документы системы? Почему у вас есть свидетельство о рождении медицинское? Почему у вас есть свидетельство о рождении гражданина? Почему у вас есть паспорт или военный билет? Вот по тому же самому основанию вам нужно объяснить, что вы наделены теми правами. Потому что система, она на дурака и работает. Если вы не понимаете, как это объяснить, значит вас не воспринимают. Самое главное, что нет документа, что вы являетесь народом. То есть это вы не можете доказать посредством документа системного. Поэтому все это использовать очень непросто. Но на самом деле методика эффективна. То есть подумайте, сотни миллиардов продается в нашей стране. Нефть, золото, алмазы, газы, налоги, штрафы, все собираются. Все эти средства куда идут? Бюджет, там все распределяется. Вот и есть бюджет одного гражданина. Была информация, что там вроде 40 миллионов в год выделяется на каждого гражданина. Куда все деньги уходят? Почему они все уходят мимо вас? Потому что народу не рассказывает, как этим пользоваться. То есть ту часть, где вы платите, 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 всем говорят, рассказывают. А как это потом все возвращать, не рассказывают. Но вот если чек используют, то есть чек это подтверждение, что вы оплатили, а не та структура, которая должна была оплатить, если бы вы были наделены правами гражданина или человека. Но я так думаю, что за чеки сейчас деньги никому возвращать не будут. То есть вы берете чеки, но не знаю, можно разбирать долго очень, что же это за документ, какие у него признаки, какие там вексель, не вексель. Значит, просто все сходятся в том мнении, что чек, он просто подтверждает факт оплаты, что вы что-то оплатили. Конкретно, что это оплатило не казначейство, не там еще кто-то, а вы оплатили. Либо посредством карточки, ну, которая оформлена на персону, которой вы должны распоряжаться грамотно и эффективно. Либо посредством наличных. Но вы оплатили, а не та система. Если вы, допустим, посылаете кому-то этот чек с заказным письмом по почте, что происходит? Кто-то другой приходит и подписывается под заказным письмом. Он подписывается под чеком. Вот вас в магазине не требуют подпись на чеке ставить практически никогда. А тот, другой подпишется. То есть, любая подпись в рамках вексельного права – это акцепт. Это принятие к исполнению. Если подпись векселедателя вдруг будет, то он должен как векселедатель исполнить то, что вот здесь написано – оплатить. Если подпись исполнителя-платильщика, значит, он должен оплатить. Но вы уже оплатили. То есть, вы ставите как бы систему в статус должника. Но так как у вас правовой статус не восстановлен до хорошего уровня, но это практически ни у кого не сделано, сейчас только этим единицей занимаются, возможно, скорее всего, то они как бы ничего возвращать не будут. То есть, ну, по сути, в теории должны, должны возвращать. Как это можно использовать? Это хороший вид конклюдентных действий. То есть, смотрите, в чем преимущество чеков? В том, что вы ходите за едой, водой, по-любому что-то вы покупаете, иначе вы не смогли жить. Вот я, например, пошел в магазин и купил все обычные продукты, что я обычно покупаю, например, макароны, воду, молоко, что-то другое, и пробил каждый продукт отдельным чеком. Вышло вот раз, два, три, четыре, пять, шесть чеков. То есть, мог быть один чек, если бы все вместе я пробил, но я пробил шестью разными чеками. И вышло, что у меня шесть чеков. Каждый чек – это как факт покупки. И каждый факт является одним конклюдентным действием. То есть, если вы хотите, чтобы кто-то вас признал, ну, как бы, либо факт признания, либо что-то исполнило вашу волю, которую вы написали, либо еще что-то, либо волю вашей в устной форме. То есть, в любом случае нужно конклюдентное действие. Конклюдентное действие – это значит дать денег и сделать должным другого. Но денег с него не требует. То есть, фактически, это ему подарок. Так вот, если вы напишете свой документ, и поставите там подпись, и отправите кому-то, и будете думать, что вам кто-то что-то теперь должен сделать, и положите в конверт пару чеков, то и с него не будете требовать денег. То есть, зачислить на счет, вернуть и так далее. То есть, он получает письмо заказное ваше, там, подписывается в извещении почтов, он его акцептует целиком и полностью. Считайте, что он подписался под каждым чеком и под вашим документом, что он его принял. После этого вы его вогнали в финансовый долг. То есть, он, например, является лицом, замещающим государственную должность. А государство должно там, самый первый необходимый продукт, например, еда и вода. Какая-то там первая необходимость и одежда. То есть, эта система должна оплачивать. Иначе вы подумаете, зачем нужны государства. Если вы скажете, где это прописано, в каком федеральном законе, это написано вот на стене здравого смысла. Вот здесь, видите, написано черным по белому, что система создана для того, чтобы обеспечивать вас достойный уровень жизни. Вам. То есть, иначе они, в принципе, не нужны. Но они могут обеспечивать, когда вы становитесь в правах. А пока вы становитесь в правах, чтобы они не упирались, помогали вам восстанавливаться в правах, вы можете использовать конклюдентные действия. В любом случае, мы уже много раз разбирали. Это не самый лучший, ну, как бы не самый эффективный метод. Есть другие методы. Вообще, лучше их комбинировать, чтобы у вас было несколько видов конклюдентных действий. То есть, вот вы пошли, что-то купили для своей жизни. То есть, вы дополнительно ничего не покупаете. Просто каждый продукт пробили отдельным чеком. Потом вам что-то потребовалось, вы кому-то написали, приложили все это дело, можно положить, например, на отдельный белый лист бумаги. Вот. Приклеить пару чеков с разной стороны и отправлять комплектом. Другой получает, он уже вам должен эту сумму компенсировать. Но вы с него ничего не требуете за эти чеки. Вы с него требуете по документу, что вам нужно, какую вы волю свою проявили. То есть, ходите, не зная там, чтобы вам не требовали носить наморники. Вы пишете, что, значит, к вам это не имеет отношения, вашей воле не соответствует, значит, вы не принимаете такое-то, такое-то, значит, постановление. Вы его там отменяете, например, что-то такое. Без конклюдентных действий это не будет рассмотрено вообще в принципе. С чеками вы уже делаете их должными. То есть, они вам могут ответ, написать что-то. И там вы можете понять или не понять, что вам прислали, если вы знаете вексельное право или не знаете. То есть, как будет оформлен документ, какие будут персональные данные, как все будет указано. То есть, вексель это что? Это интересная вещь, это ребус, головоломка, где вы видите структуру документа, видите текст документа. И чаще всего структура и текст, они имеют различный смысл. Текст уводит ваше внимание в одну область, а структура определяет как бы последствия документа. Но это все мы уже разбирали. Итак, чем эффективны чеки? Например, если кто-то платит за ЖКХ, ну, я не говорю, что это обязательно нужно платить, просто если кто-то вдруг платит за ЖКХ, вы можете взять квитанцию, но вот с обратной стороны, там, один или два чека, вы можете полностью оплатить квитанцию, можете в части суммы оплатить. Вы все это берете и отправляете в администрацию, например. Это подтверждает, что ваш гражданин находится в статусе живого. То есть, сам гражданин – это фикция. У них есть термин, что гражданин жив – это когда гражданин совершает финансовую операцию. То есть, когда нотариус делает свидетельство о удостоверении гражданина, факт находящегося в живых, это подтверждение, что гражданин может осуществлять финансовую операцию. Вот, если вы возьмете квитанцию ЖКХ, где будет персона гражданина, то есть, фамилия, имя, отчество без сокращений, и оплачено отправить ее в администрацию, значит, в администрации должно понять, что гражданин жив. То есть, он должен хотя бы появиться в базе ЕГР ЗАГС. Многие спрашивают, зачем нужно, чтобы ваш гражданин был в базе ЕГР ЗАГС. Гражданин и государство. Государство в роли должника гражданину, в первую очередь. Если государство, то есть, система видит гражданинов в базе, то есть, почитайте, что это за база, для чего она нужна, то они признают, что в римской юрисдикции, то есть, в государственной, ваш гражданин есть, и они должны для него что-то обеспечивать. Например, за него платить ЖКХ. Если в базе ЕГР ЗАГСа гражданин не светится, значит, ваш гражданин плавает в открытом море. И там уже его финансовые средства дербанят любые иностранные компании. И как бы не факт, что, значит, какая-то система признает, что это гражданин именно этого государства. Понимаете сами. То есть, это все можно использовать. Можно вообще просто отправить письмо, никакого текста документа, просто вот у вас за месяц накопилось чеков, вы их все там на бумагу приклеили с двух сторон, сразу сколько поместилось. Ну, как бы только не вот так вот, допустим, некоторые вот так вот, некоторые вот так вот. То есть, все чеки клеятся вот сверху вниз, как читается, так и клеится. Никаких боковых чеков быть не должно, только прямо. Все это наклеили и отправили просто письмо кому-то. Если вы будете хотя бы чеки не выкидывать, то есть, они вам не нужны, допустим, купили молока и выпили его. Молоко нормально, свежее, чек выкинули. Если вы их будете сохранять, а потом кому-то отправлять, кто-то потом получит письмо, подпишется под ним, и он уже вам что-то должен. Но вы не указали, что он вам должен. И они будут сидеть гадать, что же они вам должны. Они вам напишут в ответ документ, скорее всего. Мы не поняли, ваше письмо не содержало ни просьбы, ни жалобы, ничего-то еще. Поэтому мы не поняли, что вы хотели, поэтому мы делать ничего не будем. Но они оформят его в виде векселя, скорее всего, какой-то там статус вам признают. Если это не то, что вы хотели, вы им делаете просто протест в неакцепте и отправляете обратно. Итак, у них есть чеки, под которыми они подписались, у вас есть почтовый трек-номер, что они письмо получили. Они будут гадать, что же вам нужно. Если народ будет массово отправлять свои документы с чеками, прикладывать, либо просто чеки, то вы будете систему делать должное для народа. И они уже должны будут как-то шевелиться в вашу сторону. Пока вы этого не делаете, совсем вы это все выкидываете, они проводят свои массовые программы сокращения населения. Они чихать хотели на всех, они не воспринимают никого за народ. Пока вы не сделаете их должными, то есть будете закидывать их чеками, они будут вам должны все больше и больше. Они постараются вам не деньгами возвращать, а услугами, признанием, соблюдением ваших прав и так далее. Все зависит от того, куда вы отправляете. Ходите в МВД, хотите в Роспотребнадзор, хотите еще куда-то. То есть по назначению, какие у вас цели, задачи в текущем, например, сегодняшнем дне или завтрашнем и так далее. Просто вы должны понимать, как это работает. То есть вот пошел, шесть чеков оформил, один и тот же пакет продуктов, что я одним чеком пробил, что чуть-чуть больше бумаги. Но я могу использовать это в большем количестве раз, то есть повысить эффективность своих действий. Если мне это потребуется. Как дополнительный вид конклюдентных действий, это наилучший метод. То есть я так думаю, что в ближайшее время никому денег по ним не дадут. Поэтому писать, как-то вот говорить, что есть такое-то, такое-то, на основании этого вы должны вернуть деньги на счет. Они скажут, да, мы должны, но у вас правовой статус низкий, поэтому мы вам этого делать не будем. Но как конклюдентное действие будет заходить за уран. Поэтому, народ, я вам предлагаю на это обратить хорошее внимание, потому что, я повторяю, каждый ходит за едой, водой, там все это покупает. И по-любому у вас эти чеки появляются. Если вы даже через электронку платите, то электронный чек тоже подходит. В любом чеке есть QR-код. Через QR-код можно определить, посмотреть, кто за что платил. То есть QR-код – это самое главное в этом чеке, что вам нужно. Они через QR-код определят, и сразу поймут, в каком, почему они вам должны. Если будут покупки хлеб, там вода, не знаю, там мясо, фрукты, овощи, крупа, макароны, там мука, товары первой необходимости, это будут наилучшие чеки. Поймите. Это государство может сказать, что вы не наделены правами, вот, поэтому, значит, меховую шубу, там, мы вам покупать, ну, оплачивать не обязаны. Но когда вы им чеки на еду, на воду, там, на первые необходимые товары, они не могут сказать, мы вам не обязаны. Тогда вы можете, если вы отправляете кому-то чек, вы оказываете ему доверие, то есть вся система работает на доверии и признании. То есть вы на момент отправки признаете их и доверяете им, что они могут исполнить государственную функцию. Они получили чеки, а функцию не исполнили. Вы их можете увольнять, ну, как бы увольнять, либо утрата доверия, то есть они больше не могут с вами взаимодействовать, либо, если там серьезные, больше трех раз нарушения, то можно, ну, вплоть до увольнения, в зависимости от того, насколько будет серьезная ситуация и документ. Вот, поэтому методика эффективная, все используйте, пробуйте. Это как один из наиболее доступных народу методов. То есть наша задача сделать так, чтобы у народу было больше успехов. Чем бы проще, как бы, ну, слишком, может быть, просто вам это не казалось, это очень эффективно. Если вы будете, ну, как бы, пробовать, применять, то увидите результат. Если это будет 20 тысяч человек, все свои чеки, которые вы выкидываете, которые вам не нужны, сохранять и отправлять кому-то, вы сможете, ну, как бы, осуществлять свою власть более эффективно. Если мы, допустим, все скоординируемся, и будем делать какие-то совместные документы, и будут чеки, ну, как сказать, купленные за наличные средства с разных концов страны, с разных городов, из 20 городов, и мы напишем документ. Это будет что? Это будет как референдум, то есть это будет воля народа. То есть на это настолько эффективно, что на этом я предлагаю всем подумать, как это можно все делать. Вот, но самое главное, конвенцион по морскому праву, статья 1, статья 140, прочитайте. Ну, все остальные статьи тоже, естественно, нужно прочитать, но эти в первую очередь. Декларация всеобщей прав человека, статья 25, прочитайте. Вы говорите, беспредел, это все не работает, потому что вас не считают за народ, понимаете? Не считают. Ну, когда вы восстановитесь, вы скажете, что вы народ, ну, вот вам 50 чеков, то вы увидите результат. Ну, не сразу, конечно, потихонечку, в зависимости от того, как вы будете эффективно сопровождать ваши письма, документы, вот векселями, которые вы делаете. Вот. Но все это очень рабочие варианты, просто нужно научиться использовать. То есть, если бы вам пришлось в магазин идти дополнительно, покупать ради конклюзентных действий, это было бы совсем, как бы, ну, нелепо. А так вы это по-любому делаете, если вы будете использовать эффективно, у вас будут результаты. Кто будет смеяться, тот просто недооценивает, как бы, эффективность, насколько этого может быть. Кто-то еще это не применил. Но когда народ научится применять простыми методами, у народа будут большие успехи. Когда вы просчитаете, где написано, что для гражданина должно быть оплачивано там еда, вода, там товары, услуги, там связи и так далее. И скажете, что вот гражданин есть у вас, а вы наделены правами гражданина, а вот гражданин в базе ИГР ЗАГС светится, вот, значит, будьте в курсе, что вы должны все это оплачивать. Но вы не требуете заплатить под чек, вы хотите, чтобы они исполнили ваш документ. Вот вы тогда увидите все это дело. Потом вы все еще прочитаете хорошо конвенцию 1930 года про переводных городах в 20-30 человек, кто умеет работать с документами. Мы сможем управлять страной все вместе, сообща. В лучшую сторону, естественно. То есть, допустим, кто-то хочет, чтобы он мог ходить без тряпки, его не могли оштрафовать. Мы это сделаем, и в 20-30 городах для народа это все будет отменено. В один шаг. Но пока нужно найти таких людей, пока нужно быстренько повыситься в знаниях. Поэтому, друзья, больше смотрите наших видео, больше читайте конвенцию 1930 года, научитесь видеть схему векселя, поймите уже первую-вторую статью, то есть признаки и исключения, и работайте. Если у вас есть много чеков, можете их сохранять, попробуйте использовать это в реальной жизни в вашей работе, в механизме действий. Когда вы это сделаете несколько раз, вы увидите результаты. Нам уже многие пишут о том, что результаты потрясающие. Мы с вами это наши периодические... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова